Убил и унаследовал В израильском уголовном праве, как в законодательстве большинства современных стран, есть такая норма, которая гласит, что человек, виновный в смерти жертвы, не может унаследовать ее имущество. Если кто-то просто украл имущество, принадлежавшее мертвому человеку, фактически взяв его с трупа, это называется мародерством. А если кто-то убил жертву с целью завладеть имуществом убитого, это уже ограбление. Добрый день, я Александр Ронкин, и это моя программа «Злой Кыргыз». Напоминаю вам, чтобы вы не забывали ставить лайки, чтобы это видео увидело как можно больше зрителей, а также прошу вас подписаться на канал мультсериала для взрослых «Одноглазая Муму», который является главным спонсором «Злого Кыргыза», и без которого выход моих программ будет затруднен. Ссылка на мультсериал, как всегда, вот тут, внизу. Несколько лет назад, еще в доковидные времена, я с друзьями-журналистами отдыхал в Кракове. Польский город Краков – один из самых красивых городов Европы. Жили мы с коллегами в небольшой и очень красивой гостинице в Казимиша, районе которой, по легенде, польский король Казимир основал для своей еврейской возлюбленной эстер. С тех пор Казимиш, или еврейский город, стал местом, где сиделись многие поколения польских евреев. Дом, в котором располагалась наша гостиница, когда-то принадлежал, очевидно, очень богатой семье адвоката-еврея. И внутри него хозяева-поляки постарались сохранить все так, как было при прежных домовладельцах. На своих местах висели картины и портреты членов этой некогда большой и, очевидно, богатой еврейской семьи. На полках стояли еврейские религиозные книги, а в шкафу в целости и сохранности сохранилась религиозная посуда. Светильники, формистами свечников и мебель – все это осталось так, как было при хозяевах евреев. И, наверное, это было бы мило и трогательно, и можно было бы сказать спасибо новым хозяевам за бережное отношение к еврейскому наследию, если бы не знать, каким образом это имущество попало им в руки. Убил и унаследовал. Фактически польские хозяева использовали и зарабатывали деньги на имущество убитых ими или их предками, еврейских владельцев. Убитых или изгнанных из своих домов. И сознание этого рождало во мне очень странное и страшное ощущение. Я чувствовал это каждой своей клеткой. Дом словно был полон мертвыми людьми, призраками истребленных евреев. И входя в комнату, мне постоянно казалось, что за секунду до меня кто-то из бывших хозяев вышел оттуда. До войны в доме жила, как я уже говорил, большая, состоятельная еврейская семья, как и во всем еврейском городке Казимиша. Здесь были кафе и рестораны, принадлежащие еврейским хозяевам, синагоги и еврейские школы, больницы и магазины. К началу Второй мировой войны в Кракове жило более 60 тысяч евреев. Это была четвертая часть населения города. Первые нападения местных поляков на евреев и первые захваты еврейского имущества начались сразу же после 1 декабря 1939 года, когда по приказу оккупационного командования польские евреи были поражены в правах. Евреи должны были носить белую нарукавную повязку с голубой звездой Давида, а тех, кто ее не носил, приговаривали к смерти. Банковские счета евреев были заблокированы, евреев лишили пенсии и других пособий, еврейские школы распускались, контакты с нееврейским населением страны постепенно запрещались. Еврейским врачам запрещалось лечить неевреев, адвокатам запрещалось появляться в судах. Надо отдать должное, что антисемитские настроения были сильны в Польше всегда. Да впрочем, что и миндальничаю поляки славились на всю Европу, которая, кстати, не отличалась любовью к евреям, своим оголтелым антисемитизмом. Даже на фоне общего европейского антисемитского пейзажа антисемитизм поляков выделялся ярким пятном. Забегая немного вперед, скажу, что и выбор Польши как место для создания страшных нацистских лагерей смерти был не случайным. И он не объяснялся только тем, о чем сейчас говорят новые польские историки, удобством логистики и расположением в центре Европы, наличием транспортных узлов и прочее, прочее, прочее. Да, все это было, но это не была единственная причина. С 41 по 45 год нацисты основали на территории Польши шесть лагерей смерти. Хелмно, Белжец, Сабибор, Треблинка, Аушвизбертенау, он же Освенцем, и Майданок. В прошлом году поляки приняли закон, запрещающий называть эти лагеря польскими лагерями смерти. И это правильно. Лагеря были немецкие. Но одной из причин, хотят ли современные поляки слышать об этом или нет, было то, что любой еврей, который мог бы сбежать из такого лагеря, был бы пойман немедленно местным населением. И если не убить на месте самими поляками, то возвращен оккупационным властям и вернулся бы в лагерь, где был бы немедленно расстрелян. В целях исторической справедливости хочу напомнить, что сами поляки вели ожесточенную войну против немецких оккупантов. На стороне антигитеровской коалиции сражались две польских армии, армия Людова и армия Краева. Польское антифашистское подполье было одним из самых активных на всей оккупированной Германии территории. Но все это не мешало полякам активно ненавидеть своих еврейских сограждан и рука об руку с немцами, а иногда и впереди них громить и убивать евреев, захватывая их имущество. 12 апреля 1940 года немецкие оккупационные власти объявили о полной зачистке Кракова от евреев. Вскоре евреев стали вывозить в концентрационные лагеря по соседству. Оставшееся имущество стали захватывать местные поляки. Местная полиция, состоявшая из самих поляков, действовала против евреев даже жестче, чем фашиста. Поляки в зачистке евреев не просто выполняли приказы немцев, нет, они действовали инициативно и, извините за неуместность этого слова, с огоньком. Позволю себе еще одно лирическое отступление. Во время нашей журналистской поездки в соседнюю с Польшей Литву нас, группу евреев, привезли на место массового расстрела литовских евреев во время войны. Непосредственными исполнителями казни были литовские добровольцы. Оправдывая их, местный гид, кстати, еврей, человек со скошенными от постоянного вранья глазами, сказал, этим молодым людям просто нечего было кушать, а немцы предложили им работу, за которую хорошо платили. Наверное, все так и было, только это не вся правда. А вся правда состоит в том, что литовские ополченцы решали еврейский вопрос, даже не дожидаясь зарплаты от немцев. Большая часть еврейского населения Литвы была истреблена еще до того, как нога первого немецкого солдата вступила на литовскую землю. Но вернемся в Краков. К лету 41-го года небольшая уцелевшая еврейская община была загнана в гетто, где евреи продолжили умирать от голода и болезней. Вскоре Краков стал местом, свободным от евреев, Юденфрай. Но в истории еврейского народа Краков занял особое место даже не этим. Многие города Европы и Советского Союза были полностью зачищены от евреев. В историю Краков вошел тем, что там произошел самый большой в мире послевоенный еврейский погром. После того, как в 45-м году Краков был освобожден от фашистских оккупантов, в пустой Казимиш хлынули польские мародеры. Они занимали пустующие еврейские дома, присваивали имущество, с комфортом располагались в еврейских кварталах в надежде, что настоящие хозяева никогда не восстанут из гроба и никогда не попросят свои дома обратно. Но случилось чудо. Более 10% евреев Казимиша выжило. И часть из них после войны решили вернуться под родные крыши. Но здесь их ждали банды озверевших польских убийц и погромщиков. Мародеры решительно не захотели возвращать присвоенное имущество. И они убивали хозяев, как бы восставших из гроба. Убивали во второй раз. И уцелевшие евреи снова вынуждены были покинуть город. Торжествующие убийцы унаследовали имущество убитых и изыгнанных. От 4 июля 1946 года в польском городе Кельце состоялся другой еврейский погром, в ходе которого от рук польских милиционеров и военных, а также обычных поляков, погибло несколько десятков польских евреев, вернувшихся на родину. Были и другие погромы в послевоенной Польше. Власти новой Польши осуществляли мечту довоенных польских националистов построения этнически однородного польского государства. И к лету 1946 года они ощутимо продвинулись по пути к достижению этой цели. Друзья, из уважения к сегодняшней теме я решил не рекламировать в этой программе нашего спонсора. Каждый, кто захочет нам помочь, может прочитать об этом в аннотации вот тут внизу, прямо под этим видео. Спасибо. На 1 сентября 1939 года в Польше жили 3 миллиона 300 тысяч евреев. К лету 1946 года в Польше насчитывалось только 250 тысяч евреев. 25 тысяч из них уцелели в самой Польше, 30 тысяч вернулись из различных нацистских лагерей, а остальные были репатриантами из СССР. Кстати, именно Советский Союз спас сближавших польских евреев. Именно благодаря Советскому Союзу и уцелели остатки польского еврейства. В польском городе Кельце после окончания войны оставалось около 200 выживших после Холокоста евреев, в большинстве своем бывших узников нацистских концлагерей. Эти люди, подчеркиваю, прошли ужас Майданка и Освенцима. И вот 4 июля 1946 года примерно 200 рабочих польского сталилитейного завода хута Людвигов, вооруженные металлическими трубами, палками и камнями, начали убивать евреев. И вскоре антиеврейское насилие и погром охватило весь город. Дома и квартиры евреев были разграблены. В результате в Кельсе было убито по версии самих польских властей 42 еврея, среди них дети и беременные женщины, значительная часть их погибла от огнестрельных ранений и колотых раненей штуками. Это значит, что в погромах и убийствах принимали участие и бойцы польской освободительной армии. Почему мы сегодня об этом говорим? На прошлой неделе 11 августа Сенат Польши одобрил закон, ограничивающий возможность подачи исков от институции 30 годами. То есть закон, ограничивающий право наследников на возвращение отнятого у них имущества, если оно произошло раньше, чем 30 лет тому назад. Это значит, что жертвы Холокоста, бывшие граждане Польши уже не могут претендовать на имущество своих убитых или изгнанных немцами и поляками родителей, бабушек и дедушек, не могут претендовать на восстановление исторической справедливости. Польский парламент отклонил все поправки, которые были внесены ранее под давлением США. Теперь закон должен быть подписан президентом Польши. У Анжеля Дуды есть 21 день, чтобы утвердить закон или наложить на него вето. Если этот закон будет подписан президентом Дудой, польское правительство фактически лишит законных владельцев возможности получить компенсацию за то, что было у них отнято. Польша, конечно, не несет ответственности за действия нацистской Германии во время Холокоста. Однако, спустя более 30 лет после падения коммунистического режима Польши, Польша продолжает извлекать выгоду из незаконно присвоенной собственности, как сказал Гедон Тейлор, президент конференции по материальным претензиям к Германии. Спикер Кнесет Амикелеви назвал закон грабежом, оскверняющим память о жертвах Холокоста. С этим трудно не согласиться. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, который часто конфликтовал с польским правительством по вопросу памяти жертв Холокоста, заявил, что он осуждает принятый сеймом акт, который нарушает память о Холокосте и права его жертв. Но государство Израиль, по словам Лапида, не поставит под угрозу память о Холокосте. Говоря простыми словами, это не просто еще один закон, это легализованная кража, легализованное мародерство больше поставило себя в уникальное, унизительное положение, как единственная страна на Западе, которая делает невозможной реституцию. Это уникальное положение мародера в законе. Но реституция собственности, как сказал Гедон Тейлор, это больше, чем деньги. Для многих переживших Холокост и их семьи дом это последняя оставшаяся физическая связь с жизнью, которую они когда-то вели, со странами, где они родились, и с городами, где они росли до того, как их жизни были разрушены. Как Израиль поведет себя в этой ситуации? Еще раз подожмет хвост, чтобы не злить потенциального союзника? Если бы премьер-министром Израиля был я, злой Киргиз Александр Ронкин, я бы в тот же день, когда был принят этот страшный, подлый, антисемитский закон, разорвал бы дипломатические отношения с Польшей, и призвал бы США и Евросоюз наложить санкции на эту страну и плевать на последствия, зло должно быть наказано, или оно повторится снова. Но так поступил бы я. Я не премьер-министр Израиля, и я не принимаю решения. Я всего лишь обозреваю реальность. Боже, храни евреев. Боже, храни Израиль. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok